До сих пор задаешься вопросом, где купить топовый аккаунт в бисфарм симуляторе, а к тому же еще с огромной суммой робуксов на балансе, которую ты можешь потратить в любой игре и в любую игру задонатить, тогда тебе именно сюда. Переходи и покупай. За эту группу я полностью тебе отвечу, потому что эта группа уже работает больше двух лет, а это значит группа полностью честная. Ну а что ж, погнали к ролику. Ииии всем привет дорогие друзья, Кусик Попа у нас в язе и сегодня у нас выходит новый замечательный топовый ролик, так что перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, подписаться на канал с колокольчиком, потому что если ты подписан с колокольчиком, то колокольчик тебе дает оповещение о моем новом ролике. Ну и также не забывай писать свои интересные комментарии, допустим опиши жизнь свою в симуляторе пчеловода, чего ты достиг за какое время или сколько ты нафармил сегодня, вчера, что ты купил сегодня, вчера, описывай, все комментарии буду читать. Также за такие комментарии я добавляю тебя в друзья, в конце указывай свой ник в роблоксе. Ну а кому нечего написать, то описывай мой прошлый ролик, допустим, опиши что мы там делали, о чем я там рассказывал и в конце указывай свой ник в роблокс, буду добавлять сегодня тебя в друзья на свой аккаунт, а именно на Костю Попау. Ссылочка на мой профиль в описании ролика, кидайте запросы, пишите комментарии, буду принимать друзья. Кстати, с прошлого ролика я добавил в друзья именно 48 человек, кто нашел кодовое слово. Молодцы ребята, все были добавлены. Ну и также, ребят, кто не знает где со мной можно пообщаться, где можно тоже получить добавление в друзья, то заходи в мой дискорд сервер, дискорд сервер, ссылочка в описании на него, залетайте, там пообщаемся. Также добавлю в друзья интересных моих подписчиков, ну и в общем как-то так. Ладненько, переходим к ролику. Сразу скажу, ребят, за этот ролик я хотел бы получить 230 лайков, как только мы набираем 230 лайков, сразу же выпускаю новый офигительно топовый ролик. Так что если хочешь знать больше информации и интересных роликов, то, ребят, вы можете это узнать по лайкам. Так что, ребят, поддерживайте это видео, а я буду понимать то, что вы хотите новое и новое видео. Ладно ж, погнали к ролику. Сегодня, ребят, я вам расскажу, а именно покажу, что же может быть в симуляторе пчеловода. Как вы знаете, много раз кто-то предлагал свои идеи, а именно из подписчиков в симуляторе пчеловода, в основном это делают немецкие или американские люди. И они действительно советуют очень много разных интересных фактов или интересных каких-то вещей. То есть, как-то так. Сегодня я вам покажу, что сделал строитель, а именно немецкий или американский строитель. Честно говоря, не знаю, на каком из кем он общается. Но я просто заметил ролик, где он... Построил по-новому симулятор пчеловода, а именно в новых текстурах. Именно это очень круто выглядит. Реально, там настолько красивые текстуры и, возможно, это будет добавлено в симулятор пчеловода. Может быть, Аннет это и видел. Кстати, скорее всего, Аннет это видел, потому что на видео очень много просмотров. И, возможно, Аннетик возьмет эту идею и уже в вебисмосе мы увидим новые текстуры карты. Так что ладно, погнали к этому ролику. Посмотрим, что как там. Вы зацените. Также, ребят, по поводу этого напишите свое личное мнение в комментариях, потому что лично каждый комментарий я читаю. Потому что как можно проверить то, что я прочитал комментарий. Я вам ставлю лайк на комментарий, а это значит, что я читал. Также, некоторым людям я отвечаю, кто действительно спрашивает, интересны какие-то вещи у меня. Или интересные комментарии пишут. И также, ладно, короче, пойдем. Не буду уже рассказывать. Пойдем, короче, смотреть этот видеоролик. Всем приветик. Мы уже перенеслись к этому видео. Сейчас мы будем его смотреть. Также смотрите, ребят. Это вот такой вот человечек сделал. Рурубилдер. Этот человек создает всякие разные карты по разным мини-геймсам. То есть, вот такой вот ролик. Ссылочку на него я оставлю. Так что, поддерживайте его лайком. Потому что, действительно, очень крутой чувак. Делает всякие интересные фигни. Также, тут люди описывают свои комментарии. Всякие прикольные. Вам действительно следовало поиграть в Бисфарм. Кстати, ребят, да. Играйте в Бисфарм. Ссылочка на игру у меня в описании ролика. Потому что вы забыли, насколько областей таких, как кокосовый орех, перечная грядка и поле для дней, которые вы еще выглядите больными. Короче, Яндекс.Переводчик как-то переводит странно. Ну ладно. Короче, давайте посмотрим этот ролик. Потому что его никто не видел. Смотрите, это у нас обычная карта в симуляторе пчеловода. Она выглядит вот так вот. Интересно, прикольно. В принципе, по-обычному. Блин, но на самом деле в билдере это выглядит намного круче, мне кажется. Потому что тут всякие тени интересные есть. Посмотрите, как это выглядит. Это наша карта симуляторе пчеловода. Не, прикольно. Почему бы и нет? Ну, кстати, я так понимаю, это сарая карта. Потому что это еще сделано 23 февраля. То есть, 23 февраля, да. Ничего там сверху нет. Сейчас у нас симуляторе пчеловода. Как вы знаете, он там красный такой, такая шляпа, типа мини-домик на красном магазинчике стоит. Ну, в общем, смотрите. Он тут изменил модельки. Давайте я вам покажу, где он начал изменять модельки. Смотрите, вот такие модельки он начал использовать. Это очень, это, в общем, улучшенные модели, которые используются у нас в симуляторе пчеловода. Как вы знаете, тут они намного красивее выглядят. Смотрите, как пушки, как кактусы выглядят. Давайте же посмотрим, как он это все сделал. Также повторюсь, ссылочку на этот ролик я оставлю в описании этого ролика. Сможете сами прийти и посмотреть полностью видео. Тут есть что, можете Яндекс.Переводчик врубить и услышать голос. Она не самая современная, но я очень рад попытаться сделать ее немного более целью. Немного более похожей на то, что она принадлежит друг другу. И честно говоря... Ну, то есть, тут его голос, и как он объясняет вот это все. Смотрите, в общем, вот так вот у нас карта выглядит. Да? Это по-обычному у нас так выглядит карта. Давайте посмотрим, как она выглядит после того, как этот человек полностью построил ее по-другому. То есть, изменил текстуры. Смотрите, вот так вот. Почему он делает вот так вот? Было, смотрите, резко. Сейчас покажу вам. Смотрите, вот так выглядит текстурой резко. Но этому билдеру не нравится то, что вот так вот резко выглядит. Но на самом деле мне тоже не нравится то, что настолько резко это выглядит. Именно тени. А вот так он их размыл, потому что ну так красивее смотрится. Посмотрите, оно вот так размыто все. Не, прикольно на самом деле. Когда размытые тени, намного круче выглядят. И давайте, короче, посмотрим, как он изменил. Смотрите, вот у нас Карта, которая была И эта, которая и есть А где он тут? Вот, смотрите Он тут уже все поставил Смотрите, то, что он использовал Пчелы в новых таких закругленных Текстурах Смотрите Он изменил, нет еще? А вот, ребят, смотрите Вот, вот он показывает Косу Это измененная коса, смотрите, у нас такая Более обычная А такоса немного закругленная То есть, тем более в новых текстурах Давайте посмотрим, как он это все сделает Так, все А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка Так, заборчик он тут показывает Угу И вот, ребят, смотрите Карта, которая у нас сейчас В симуляторе пчеловода и карта после Изменения, смотрите, раз Два, три, все, вот тут он карту Полностью изменил в новых текстурах Посмотрите, как все круто и Более закругленным выглядит, это реально Очень круто, посмотрите, ребят Оцените, просто Посмотрите, как оно выглядит все Реалистично в 3D текстурах Это просто офигеть Пушечки вот такие вот новые Блин, если я на этих действительно посмотрел этот ролик Я думаю, что он такое, возможно, добавит Я очень на это надеюсь Потому что посмотрите, какие тут красивые текстуры Как все выглядит Посмотрите Закругленная пчела Посмотрите, вот тут края просто закругленные Это мега очень круто Мне это безумно нравится Также тут всякие какие-то Не знаю, зачем вот эти деревья были добавлены Ну, тоже прикольно смотрится Но на самом-то деле Нафига эти деревья нужны, ребят Может это я? Что-то не понимаю Напишите, как вам новая карта Симулятора пчеловода Которую вот так вот Вот этот человек построил То есть, как-то так Я даже лайк поставил Потому что очень крутое видео Мне очень сильно понравилось То есть, вот такая вот новая карта Ребят, что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях В общем, давайте же перейдем Именно в саму игру И так, ребят Мы перешли в симулятор пчеловодов Мы уже посмотрели с вами видео Ребят Что по итогам видео можно сказать? Описывайте, какая карта вам больше нравится То есть, вот эта наша карта Которая стоит обычно То есть, вот такая вот Прикольная, интересная Или вам больше всего понравилась Новая карта Которую построил Ро Билдер Именно, то есть Вот этот человек Которого мы только что смотрели в видео Но мне, честно сказать Нравятся новые текстуры Потому что, как вы знаете Сейчас большинство игр Уже делают 3D текстуры Они выглядят мега Очень сочно Классно И очень даже приятно А что Сделает Аннет? Я не знаю Возможно Аннет Смотрел это видео И возможно Он это добавит Но, а также, ребят Если Аннет не смотрел То видео То, ребят Как мы можем Ему сказать То, что мы хотим Уже 3D текстуры Ну, просто хотим 3D текстуры Как мы можем Об этом ему напомнить В общем Давайте продвинем это видео Как мы сможем Это продвинуть Видео Мы его сможем Продвинуть По лайкам И по комментариям Самое главное Это комментарии Потому что комментарии Продвигают видео А лайки Они, можно сказать Просто Лайки Вообще Просто для меня Сделаны Потому что Лайки Это поддержка Ютубера Особо за лайки Я ничего не получаю Также за подписки Я особо тоже Ничего не получаю Если вы подписаны На канал с колокольчиком то вы смотрите мой контент намного чаще. То есть как-то так вам дается оповещение о моих роликах, и вы заходите, смотрите лайки, сделаны для меня. Это, так сказать, поддержка именно меня. Потому что я буду по лайкам понимать, что вам видео нравится. Ну а как продвигается видео? Кто не знает, как продвигается видео, продвинуть видео можно только по комментариям. Если вы пишете комментарии, то видео будет продвигаться и продвигаться. То есть как-то так. Надеюсь, видео вам понравилось. Пишите свое личное мнение по поводу этого. Хотите ли вы новые 3D текстуры в симуляторе пчеловода, либо не хотите. Также, если вы не хотите, опишите, почему вы не хотите. А если вы хотите, опишите, почему вы хотите. То есть и как-то так. Завтра увидимся на новом топовом ролике. Также ролик выйдет в 12.30 по МСК. Так же, как и сегодня вышел. То есть и как-то так. Жду завтра на новом ролике. Ну и также, ребят, извиняюсь, что видосов не было ровно 2 дня. Их не было, потому что я был очень сильно занят. Как вы знаете, ребята, действительно, иногда может такое быть. То, что я не могу заснять видео, потому что очень сильно занят. Ну и сейчас, ребят, мы возвращаемся к нашей работе. То есть видео будет выходить каждый-каждый день. И я лично всех жду, потому что видосики действительно очень крутые. Предлагайте свои личные идеи для роликов. Я обязательно сниму. Ну и что ж. Все. Всем пока-пока. Жду завтра на новом ролике. На связи был Костик Палпал. Оставайся добрым. Будь мудрым. Пока-пока.